Сегодня замечательный день в моей жизни. Я получу свой первый спиннер. Я неимоверно счастлив и рад этому событию, поэтому поставь лайк и смотри, что будет в этом ролике. Пожалуйста, у вас есть так называемые спиннеры, вот такие вот штучки? Кирюх сразу отошел, да, такой, чтобы не обрызгаться? Пошли еще одни зрители. Че делать? Не знаю. Итак, всем добрый Дэн, с вами Айдэн. Я такой человек, который до последнего пытается не лезть в какие-то странные новомодные тренды. То есть так бывает всегда. Но когда этот тренд доходит до своей такой, знаете, максимальной кондиции и уже становится потихоньку никому неинтересным и не нужным, вот тогда-то у меня просыпается желание этим трендом завладеть. Дело касается конкретно так называемых спиннеров, которые можно так крутить, и все от этого кайфуют, там ролики миллионы просмотров набирают. И я решил сегодня, с утра, вроде бы все нормально было, здоров, все хорошо, и тут вдруг, бац, я захотел купить себе спиннер. Но в нижнем это сделать очень сложно, потому что я пытался найти какие-то магазины, где это можно взять и купить, не заказывая с Алиэкспрессов, не заказывая там ВКонтакте, какие-то есть магазины, мол, за 800 рублей. Я не готов 800 рублей отдать за спиннер, поэтому написал сообщение на своей стене ВКонтакте. Кстати, добавляйте, друзья, всех добавляю, лайкайте, запись, пожалуйста. И, на мое удивление, откликнулся один подписчик, много откликнулся на один из Нижнего Новгорода, и сказал то, что он как раз-таки сегодня планирует идти покупать эти спиннеры в каком-то ларечке. Там, якобы, после обеда будет привоз, гурзовик со спиннерами приезжает, наверное, и я ему пишу, так, стоямба, братан, ты не купишь спиннеры, пока я не подъеду к этому месту. Он меня сейчас ждет, мне недалеко отсюда ехать, поэтому прямо сейчас, пацаны и девочки, которые смотрят это видео, я направляюсь к своему подписчику, я не знаю, кто это, не знаю, как он выглядит, надеюсь, мы с ним подружимся, пообщаемся. Кирюха его зовут, единственное, что я вижу из переписки. И, собственно, попробуем купить спиннер, и вы это все сейчас прямо увидите, потом вернемся домой, и я непосредственно расскажу вам свои ощущения, может быть, кому-то они будут интересны. Хотя, казалось бы, вы уже тысячи миллиардов роликов пересмотрели, и вот. Поэтому отправляюсь прямо сейчас, после небольшой рекламной паузы спонсора этого видео. Boston Ness — это неимоверно качественный канал, на котором выходят сатирические обзоры на плохие и хорошие фильмы. Защитники, Призрак, Училка, 50 оттенков серого и много-много других неимоверно качественных и веселых обзоров на российский и не только кинематограф. Если вы любитель качественного контента, то обязательно зацените канал по ссылке в описании. Ну а если нет, то просто продолжайте смотреть мои видео. О, братан, привет! Привет! Короче, ты мне сказал, что тут спиннеры есть. Я мчусь уже просто с неимоверной скоростью, чуть не свалился. Расскажи, где они, что это, как это вот все, когда приход спиннеров новый? Ну, я сегодня ходила просто в этот магазин, как бы в этот варек. Там сказали, что утром все разобрали и привезут новую партию, типа, после обеда. Спасибо! Пожалуйста! Здравствуйте! А, подскажите, пожалуйста, у вас есть так называемые спиннеры вот такие вот штучки? Спиннеры вот где-то через час должны подъехать. Через час, да? Подъехать. Ладно. Поехали уже, наверное, в пути, а не в пути. Ладно, сейчас подойдем, тогда через часик крутят уже спиннеры в пути. В общем, мы с моим братаном решили прийти к консенсусу, потому что час мы сейчас погуляем. Он мне покажет район, говорит, сейчас какая-то там будет Газпромовская горка, стадион. Очень интересно. В общем, мы с Кирюхой пошли исследовать этот спиннерский райончик. Он мне показал много всего интересного. И этого точно в своей жизни никогда не видел. Кстати, пока мы гуляли, я увидел клевую тачку советскую и сфоткался с ней в Инстаграм. В Инстаграме много всего интересного. То, что я не выкладываю никуда, не ВКонтакте и так далее, все есть в Инстаграме. Приятный профиль, как мне кажется, я сейчас его хочу развивать, поэтому подпишитесь, пожалуйста. Ссылка будет в описании. Да, спиннеры привезли. Не знаете? Она в дороге. Дороге? Она мне только что звонила, так я еду. А не знаете, сколько еще примерно ехать? Ну, ну, 20, всяко должна ехать. Ё, идем, короче, с Кирюхой еще на фикс-пресс. Сейчас мы посмотрим, что за товарчики. И фонарики, да, вот такие приколюхи тут. Да. Тут раньше были и замки велосипедные, и вентиляторы. Вот, вот вентиляторы есть такие. Вау. Ну, такие для сада, да, удобные штуки. Прикольные. Еще были шарики, вот бомбочки эти водяные. Мм, лач, которые для ванны, да, которые? Нет, вот, которые кидаться вот на даче там, например. Понятно, а напитки где? Я как Макс Брандерик, кто там у нас из этих вот, из этой ниши блогеров, снимающих обзоры на напитки. В общем, такая вот баночка интересная, стоит 25 рублей, фикс-пресс, всего лишь удивительно. Кирюху сразу отошел, да, такой, чтобы не обрызгаться? Потому что я уже весь в этом фрешбаре замечательном. Ну, лизнем так тихонечко. Но это не кола, другой вкус. Слабо газированные, что мне нравится. Не люблю газировку, но такая есть. Это как бы кола, но с какой-то такой, который можно пить. Ну-ка, давай в тенек пойдем куда-нибудь. Да, в тенек, и будем ждать прям машины, чтобы приехала со спиннером, чтобы мы прям свеженькие новые спиннеры купили прям сразу. Ты уже что, стал болеть, ждать, если честно. Стоим, значит, тут спокойно так, да, и вот подошли еще одни зрители. Что, рассказывайте? Привет! Что вы тут ездите вокруг? Мы думаете, не заметили, что вы тут следите? Да, руки мочим. Смотрите, как могу. Вот, ну что, вы сами спиннерами владеете? Пользовались хоть раз? Моя аудитория, вам же уже по 20, да, у меня аудитория взрослая. Девчонки тоже подписчики, да, ребят? Даже подходите сюда, не бойтесь. В общем, нам привезли один уникальный ручной спиннер, вот как он называется. Мы этого долго ждали, да? Тут даже целая арава людей организовалась вокруг нас. И я, наконец-то, к сожалению, тут был только один. Кирюха завтра купит свой, потому что сейчас я еду делать обзор на него. И распаковочку. Или распаковочку сейчас распакуем, конечно. То, что это. Буду ехать и крутить его. Вот он. Первый спиннер в моей жизни. О, прикольно. Слушайте, реально прикольно. Спасибо вам большое. А мы сейчас идем домой с вами. Ну что, вроде как я со всеми попрощался, а они едут за мной. Что делать, не знаю. Но зато я теперь могу, как настоящий аутист, вот так вот делать. О, да. Вот сейчас пойдем домой с петлей, с все включим, все посмотрим. Эх, они едут за мной. Там еще и самокатник один. Ехот, макарек. Ну что же, я вернулся. И не с пустыми руками. Как вы знаете, вот он, красавец. Вот этот вот игрушка, которую мы дико долго ждали, пока привезут с какого-то магазина. Я не знаю, в итоге мы думали, что привезут целый там гурзовик, как обещалось. Привезут только один спиннер, но ничего, подписчик купит завтра. Прямо для него специально мы договорились. Я ему дал денег на спиннер тоже. Вот. Вот такая штука. Скажу честно, я ожидал чуть какую-то, какую-то фигню, которую ты просто держишь в руках, и она крутится. Эта фигня подходит под это описание, но тем не менее, когда я ее кручу, меня как, знаете, успокаивает все. Именно за счет того, что она крутится вот неровно, а как-то вот балансирует. И ты этот баланс чувствуешь, и я не знаю, как описать это состояние. Если вы крутили спиннер, вы это понимаете. И в какой-то степени это расслабляет, и, знаете, как-то вот такой дзен достигаешь, ты понимаешь то, что ты балансируешь этим спиннером, а, он тебя еще режет иногда. Это прикольно, это реально клевая штука. Я не знаю, что еще сказать, как это обозревается. Это обычный подшипник. Я, кстати говоря, думал, что вот эти три других, они тоже как бы подшипники, и можно вот так, допустим, крутить. Но она нифига не крутится, может быть, только в этой модели спиннера. Это большой, как нам сказала продавщица, за 250. Есть маленький за 120. Ну, мне кажется, этот весьма маленький. Типа еще меньше, мне кажется, смысла покупать нет. Самый оптимальный размер это вот такой. В карман помещается, и реально можно идти сейчас летними деньками вот так по улице и его мотать. Правда, тренд, к сожалению, проходит, и ты будешь выглядеть с ним весьма убого. Но, не знаю, я не привержен с трендов, и эта штука явно мне, не знаю, нравится. Так вот, на экзамене сидишь. Ай, правда, режет иногда сильно, но тем не менее. В общем-то, что еще сказать? Наверное, все. Также мне интересно ваше мнение по поводу того, почему он стал резко таким популярным. Самый интересный комментарий, автор комментариев получит спиннер. Я лично вам его или в нижнем подарю, или пришлю. Как говорят, спиннер крутится, хромосомы уходят от меня потихоньку, или приходят дополнительные. Ну, давайте напоследок я вам покажу, как собака реагирует на спиннер. Всех люблю. Всем пока. С вами был Айден. Скоро новые ролики. Целую. Прикольно, поиграй. Выйди из дома, поиграй в игрушку. Спиннеры, это вот сейчас модно. Ну, интересно, есть интерес. Уже голова пошла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok